здравствуйте когда возникла идея фильма боевой инстинкт я планировал сделать его из двух частей где во второй части хотел дать четкое определение такому качеству немецкой овчарки как боевой инстинкт и рассказать о тестах с помощью которых он выявляется но когда смонтировал вторую часть то она получилась слишком долгой поэтому решил разбить фильм на три части в этой части фильма я хочу немного глубже коснуться тестирования племенных собак а также рассказать о таком направлении в мире кинологии как немецкая овчарка шоу разведения это позволит максимально подробно раскрыть основные вопросы которым посвящен фильм боевой инстинкт таким как история породы немецкая овчарка и какой была цель создание этой прекрасной породы я не буду повторять историю возникновения направления шоу разведения разделение в породе немецкая овчарка о братьях мартиных и о питомниках винарау и арминиус этой информации в интернете предостаточно я расскажу о самой сути направления немецкие овчарки шоу разведения и если вы посмотрите до конца это видео то у вас больше не останется никаких вопросов относительно этого явления в мире кинологии при создании любой породы собак для того чтобы сформировать нужный характер проводится специальный отбор который называется племенным он определяет какие собаки будут принимать участие в племенном разведении для закрепления главных качеств породы для тех кто не посвящен в эту тему я в общих чертах объясню как проходит отбор собак в племенное разведение что такое племенной допуск для каких целей он существует и как он проводится современной кинологии в служебном собаководстве а также расскажу о том какие требования должны быть к немецким овчаркам в этом вопросе исходя из стандарта этой породы каждая порода создавалась для определенных целей и задач исходя из этого и формируются требования к племенным собакам здесь нужно понимать что когда заводчик говорит это собака моего разведения это одно понятие и совсем другое когда заводчик говорит это моя племенная собака можно иметь очень много прекрасных собак но при этом ни одна из них не будет соответствовать статусу племенной исходя из того что каждая порода создавалась для определенных служб далее я буду рассматривать племенной отбор немецкой овчарки с учетом того что ее основная задача охранная защитная и караульная службы и так племенной отбор это свод различных тестов и экзаменов который позволяет отобрать собак с нужным набором качеств присущим породе цель племенного отбора это выявление врожденных качеств собаки и нужной степени их проявления еще раз обращаю ваше внимание на то что определение именно врожденных качеств это главная и единственная цель племенного отбора тестами определяется наличие нужного качества собаки проводятся они без предварительной подготовки а экзаменами определяется степень проявления качества и если собака показывает нужный уровень испытуемого качества то она проходит в племенной разведение в отличие от тестов к экзаменам собака подходит с предварительной подготовкой теперь я перейду непосредственно к тому как должен проходить племенной отбор той или иной породы ничего сложного в этом вопросе нет все очень просто и понятно чтобы составить критерии племенного допуска нужно обратиться к стандарту породы и уже исходя из стандарта выводить нужный свод тестов и экзаменов для выявления нужных качеств теперь я перейду непосредственно к тому как на сегодняшний день проводится тестирование немецких овчарок законодателями в разведении этой породы являются организации FCE и VUSV критериями племенного отбора этих организаций является тест ТСБ и спортивная программа ИПО или в новом названии IGP забегая вперед скажу что целый ряд врожденных качеств прописанных в стандарте немецкой овчарки данными программами определить просто невозможно а те из качеств которым можно дать какую-то отдаленную оценку не испытываются на должную степень проявления которое позволяет собаке получить статус племенной поведение которое показывают собаки проходя ТСБ и ИПО несет себе игровой характер с предварительной подготовкой и оцениваются не врожденные качества а обученные навыки в первой части фильма боевой инстинкт я подробно объясняю такие игры и показываю их на своих собаках необходимо понимать что отличие любого спортивного норматива от племенного отбора просто колоссальное это совершенно два разных направления задача заводчика получить собаку с максимально качественным врожденным потенциалом и для этого нужно делать соответствующие тесты и они принципиально противоположные спортивным нормативам рассмотрим в качестве примера раздел послушания если в общем говорить о спортивных соревнованиях то каждый спортсмен старается вывести собаку на старт максимально заряженным и сконцентрированным полную силу собака должна быть отдохнувшей в хорошем настроении с максимально накопленным зарядом энергии перед выступлением спортсмен перед стартом старается чтобы собака не делала никаких лишних действий и сохраняла силы и в данном нормативе мы можем оценить потенциал собаки только исходя из этих условий но когда я занимаюсь племенным разведением хочу увидеть желание собаки работать и оценить для себя ее врожденный потенциал то я поступаю совершенно противоположно относительно принципам спорта делаю я это следующим образом все кто практикуют дрессировку знают что во время занятий необходимо следить за усталостью собаки этому есть различные признаки один из них это когда язык собаки то что называется начинает заворачиваться в ложечку как вы видите на экране это говорит о том что нужно взять паузу и дать собаке отдохнуть чтобы не убивать ее желание работать и это правильный подход в дрессировке но для проверки собаки для племенной работы я поступаю вопреки этому правилу и перед началом выполнении различных навыков я утомляю собаку с помощью бега и довожу ее до состояния с которого начинается крайняя усталость и у собаки начинается обильное выделение слюны многие профессионалы такое состояние называют собака в пене или говоря научным языком гиперсоливация и начинаю выполнять навыки в тот момент в которой по всем канонам дрессировки необходимо остановиться на экране вы видите кадры где я работаю со своей собакой целый комплекс различных навыков в таком состоянии количество навыков в такой проверке это чисто моя инициатива но в принципе для проверки желания работать и характеристики ряда других качеств которые вы можете увидеть во время такой проверки хватит любой одной команды главное понимать суть такого испытания я не буду отнимать у вас время разлаживая по полочкам каждое качество которое является залогом безупречного послушания и как они тестируются главное что я хочу до вас донести это то что для проверки всех необходимых врожденных качеств которые влияют на безупречное послушание не нужны никакие нормативы на которые нужно готовиться каждодневно месяцами а то и годами все что вам нужно это всего лишь один любой навык к примеру команда рядом и понимание того как выявляется врожденный потенциал а также знание и опыт которые помогут избежать проблем со здоровьем собаки проводят тесты в состоянии крайней усталости а только в таком состоянии и оценивается уровень врожденных качеств и никак не иначе теперь я перейду к разделу защита стандарте в этом направлении отмечены такие качества как боевой инстинкт твердость характера и мужество при этом хочу отметить что боевой инстинкт является основным качеством породы немецкая овчарка поэтому и прописан на уровне инстинкта так вот ни одно из этих качеств не проверяется вообще племенном отборе и в ци и в у с фау на сегодняшний день теперь более подробно на сегодняшний день ни в одном нормативном документе выше перечисленных организаций не упоминается о проверке такого качества как боевой инстинкт если у заводчиков немецкой овчарки со стажем племенной работы 20 лет и менее вы спросите что такое боевой инстинкт они даже не ответят на этот вопрос они вообще без понятия что это такое да что там говорить спросите у дрессировщиков со стажем работы менее 20 лет или у кер мастеров это чтобы вы понимали главные специалисты по племенному отбору в рамках вышеупомянутых организаций я вас уверяю они не ответят на вопрос как проводятся тесты на наличие боевого инстинкта а знаете почему потому что они не знают этого никто их этому не учил в германии уже более 40 лет такие тесты не проводятся последнее упоминание о тестах на боевой инстинкт относятся к 60 70 годам это переводы книг гдр овских и венгерских кинологов а также книги кинологов ссср на вопрос о тестах на боевой инстинкт вам ответят только единицы это не мчатники времен тасафа да и саму формулировку боевой инстинкт я думаю скоро вообще уберут из стандарта на сайтах многих заводчиков уже употребляются слова типа боевитость и ему подобное теперь что касается твердости характера и мужества во всех организациях служебного собаководства эти качества проверяются совместно и оцениваются как сплит так как идут рука об руку в разделе защита но все же правильнее проводить проверку каждого качества автономно так как собака может быть с очень твердым характером но при этом не обладать нужной степенью мужества и наоборот поэтому проверка каждого качества в отдельности позволит более объективно проводить подбор племенных пар для раскрытия темы этого видео в качестве примера я возьму твердость характера это качество проверить можно только сильным давлением с нанесением ударов и прочих болевых ощущений и должной длительностью такой нагрузки других инструментов проверить это качество не существует но тут возникает вопрос а как определить необходимые критерии таких тестов на самом деле все очень просто у людей в спорте существуют разные разряды 1 2 мастер спорта и так далее есть также обязательные нормы для сдачи различных экзаменов общей физической подготовки школе высших учебных заведениях в армии устанавливались эти нормы исходя из соревнований на которых выявлялись максимальные возможности человека в различных дисциплинах только зная максимальные возможности и можно определить ориентиры для оценки уровня спортсмена более 20 лет назад я также пошел таким путем и начал исследовать максимальные возможности собак в различных направлениях где особая роль отводилась всем показателям в охранной защитной и караульной службах в проверке твердости характера я провожу целый ряд испытаний в качестве примера я возьму одно из упражнений работа собаки на костюм с нанесением ударов это упражнение в качестве дополнительного входит список испытаний длительность такого упражнения 15 минут с неограниченным количеством ударов длительность 15 минут взята не с потолка она определена на основе многочисленных практических занятий исследуя собак на максимальные возможности в такого рода упражнениях показатели моих собак уходят далеко за отметку в один час при необходимости я без проблем в качестве доказательства могу показать видеоматериалы где зафиксированы такие результаты особо я хочу сконцентрировать ваше внимание на том что для определения максимальных возможностей необходимо хорошо подготовить собаку в плане общей физической подготовки а вот для преодоления длительности в 15 минут собаку совершенно не нужно предварительно готовить да и чтобы собаку научить работать на костюм у вас уйдет максимум несколько дней если вы конечно приобрели немецкую овчарку они собаку внешне похожие на нее сейчас на экране вы видите кадры где работает щенок в возрасте четыре с половиной месяца разведения каскад думаю вы понимаете что у него даже времени еще не было подготовиться к такого рода испытания щенок просто демонстрирует свой врожденный потенциал на канале можно посмотреть полное видео где этот щенок работает около пяти минут а то как этого щенка снимают захвата говорит о том что он готов продолжать еще очень долго работать в такой манере перед 15 минутным экзаменом не нужно никаких дополнительных занятий на хватку или пробежки за велосипедом если вы каждый день прогуливаете собаку в обычном режиме даже без всяких особых нагрузок то ваша собака полностью готова к 15 минутному экзамен естественно при условии что она от рождения обладает боевым инстинктом мужеством и твердостью характера тот факт что к такому испытанию не нужно особо готовиться значительно экономит время заводчик многие спросят а зачем такого рода длительной нагрузки я отвечу вопросом на вопрос а зачем бойцовых или охотничек собак тестируют с учетом длительности да и у людей в боксе или в боях без правил зачем большая длительность раундов если кинолог профессионал то он никогда не задаст такой вопрос потому что с профессиональной точки зрения это глупый вопрос только длительностью можно проверить глубину испытуемого качества если немецкая овчарка не может пройти 15 минутный тест то к племенной работе она непригодна чтобы было понятней я проведу параллель 15 минутный тест для немецкой овчарки это как для спортсмена подтянуться на турнике 15 раз вроде бы и немало но ничего особенного умение держать удар также является врожденным потенциалом нет необходимости готовить собаку длительное время чтобы проверить это качество собака или держит удар или нет здесь я хочу отметить один момент есть собаки которые с детства выделяются своими врожденными качествами и если я их рассматриваю как возможных племенных собак то я их не обучаю различным техникам ведения боя перехвату и тому подобное я таких собак ставлю в одно место укуса то есть если собака схватила амуницию в каком-то месте то она уже и будет удерживать хват в это место это я делаю чтобы упростить себе задачу в дальнейших испытаниях избегая того чтобы собака не переключалась бьющую руку или просто не поменяла место укуса поэтому на моих видео вы можете увидеть как инструктора работают с моими собаками не используя костюм а только в куртке или только в штанах этот нюанс также облегчает задачу инструктору на экзаменах ему не приходится таскать на себе длительное время лишний вес амуниции моя основная задача племяное разведение а уже имея хорошую собаку если кому-то это нужно то можно научить любым техникам боя хотя правда ради скажу что истинное удовольствие от работы я получаю когда обучаю собаку техники ведения боя что касается неограниченного количества ударов на экзаменах это не значит что вы должны бить собаку до умопомрачения совсем нет когда вы проверяете собаку на умение держать удар вы как бы общаетесь с ней и говорите ты готова терпеть боль чтобы получать то что ты хочешь тут я имею ввиду что собака хочет удерживать хватку и собака всем своим естеством говорит да я готова тогда вы повышаете уровень жесткости ударов и такой процесс идет по нарастающей главное в таком экзамене чтобы инструктор увидел заранее то что мы называем уклонение от нагрузки и остановил испытание чтобы не нанести психологическую травму собаки в нанесении удара есть различные тонкости это и правильно выбрать момент удара и правильно выставить собаку и ряд других нюансов испытание на максимальное проявление любого качества проводится один раз в жизни собаки для проверки собаки на максимальную степень проявления мужества и твердости характера также не нужно каких-то особых предварительных подготовок нужно поработать над выносливостью и все она к экзаменам готова теперь о том чему весь мой рассказ если вы спросите питмена профессионала сколько ему нужно времени на предварительную подготовку чтобы проверить питбуля на наличие основных качеств этой породы он вам ответит нисколько по достижению определенного возраста питбуля дадут подраться со своим собратом по виду короткое время чтобы понять интересно эта собака или нет а уже для того чтобы раскрыть ее полный потенциал его предварительно подготовят в плане общей физической подготовки повторюсь не в плане мужества и твердости характера или желание идти в бой это все врожденный потенциал а исключительно выносливости в таком же ключе вы получите ответ и от охотника который тестирует норных собак и такой же ответ вы получите от меня для того чтобы проверить наличие боевого инстинкта предварительные занятия не нужны такой тест проводится с сырой неподготовленной собакой проверка мужества и твердости характера проводится также а вот уже чтобы максимально раскрыть возможности собаки мне нужно дать ей хорошую физическую подготовку а если вы спросите заводчика шоу собак сколько ему времени нужно для подготовки к прохождению племенного допуска в виде тсб и программы и по то он вам ответит год или два как повезет и это при том что и тсб и спортивный норматив и по по сути создают только видимость работы никакой должной проверки врожденных качеств указанных стандарте там нет и в помине резюмируя о племенном допуске хочется указать на один очень важный момент для достижения максимально качественного уровня в любом направлении необходимо убрать все ненужное чтобы не отвлекать свое внимание на бесполезные вещи племенной отбор он простой предназначен для определения врожденных качеств к нему не нужно готовиться месяцами или годами тут все работает по правилу достигла собака определенного возраста должна пройти тест и так абсолютно с каждым качеством прописанном стандарте любой спортивный норматив бесполезен для племенного отбора не должна племенная работа зависеть от спорта это ломает всю суть племенной работы это спортсмены зависят от заводчиков это им нужен хороший врожденный потенциал собаки чтобы реализовать себя в спорте а не наоборот на то и существует племенной допуск чтобы не пропустить ни одну сделанную руками дрессировщика собаку в племенное разведение поэтому он и должен быть максимально жестким и направленным на выявление врожденных качеств в положении о племенном разведении и в ци и в у с фау есть такое понятие как первичный или временный допуск в племенное разведение ничего более смешного и хитрого придумать было невозможно это перечеркивает всю суть и принципы племенной работы а есть еще более сомнительные правила например то что в племенное разведение допускаются собаки достигшие возраста 20 месяцев а как это вообще возможно если есть ряд тестов которым собака не может быть допущена раньше чем ей исполнится два года много лет назад я думал что изменения в племенном допуске произошли из-за того что руководство фци и в у с фау просто непрофессионально и не обладает нужными знаниями в отборе защитных собак а потом со временем я понял что нет руководство этих организаций это настоящие профессионалы только их направление это шоу-бизнес они четко понимают как меняется социум и требования людей и различных структур к собакам поэтому они повели немецкую овчарку в этом направлении и обязали заводчиков обучать навыкам тсб и и по чтобы показывать шоу для зрителей на выставках проводится огромная работа популяризации спорта и шоу выставок на которых делается иллюзия работы в защите подавляющее большинство людей воспринимают эту иллюзию как борьбу с человеком в реальности происходящего разбираются единицы да и сами заводчики и спортсмены в большинстве своем находятся в этой иллюзии многие из них искренне думают что занимаются защитой я вам больше скажу что если бы не кинологи которые занимаются как сейчас принято говорить прикладной дрессировкой хотя это некорректная формулировка то вся кинология уже растворилась бы в иллюзии шоу выставок и спорта только благодаря тем кто создает программы с какими-то элементами основанными на недоверие к постороннему или на агрессии проводит свои соревнования или просто дрессирует собак в частном порядке пропагандируя жесткую работу в защите только благодаря им мы еще видим настоящих защитных собак я ничего плохого не имею ни к шоу выставкам ни к спорту с собаками многие мои друзья занимаются этими направлениями но когда я слышу что спортсмены говорят тем кто занимается прикладной дрессировкой что вам для того чтобы показать свой уровень в дрессировке все непременно нужно выступить по нормативам и по или ему подобным мне становится просто смешно и я спортсменам всегда привожу аргумент с которым невозможно поспорить а именно результаты турниров клуба служебного собаководства каскад на турнирах каскад было три вида соревнований первое отборочные туры на них отбирались участники для основного турнира на отборочных турах на многие моменты закрывались глаза главное было понять общую картину спортивных пар и их квалификации чтобы уже подготовившись главному турниру они могли показать максимальный результат второе кубок ассоциации это мероприятие носила характер популяризации соревнований каскада на эти соревнования не приглашалось большинство сильных спортсменов и чемпионов прошлых турниров многие из них даже обижались на это давалось возможность поработать в прямом смысле слова школьникам со своими собаками или тем спортсменам которые по разным причинам не могли себя проявить на основных турнирах судейство было максимально лояльным даже стек был намного мягче чем на отборочных турах и основных турнирах как бы все понарошку но призы были как всегда настоящие и третье основные турниры где разыгрывались основные денежные призы вот здесь было все максимально жестко и проходилось бороться за каждый балл и тут уже на старт выходили лучшие на соревнованиях каскада выступали спортсмены очень высокого уровня были чемпионы своих стран по и по обладатели кубков своих стран по и по был спортсмен который на чемпионате мира по и по показал лучший результат сборной своей страны в общем зачете за все чемпионаты мира чемпион мира среди собак спасателей был участник который в последующем становился чемпионом мира по мандерингу но никто из них не показал должный уровень на основных турнирах каскада а побеждали те у кого фундамент прикладная дрессировка поэтому я также могу ответить спортсменам их же словами уважаемые спортсмены вы покажите сначала свой уровень на соревнованиях каскада а потом уже рассказывайте о своих успехах в спорте если вы успешны в каком-то спортивном нормативе то это еще не говорит о том что вы также сможете себя проявить в другом направлении кинологии а говорю я это к тому что каждый должен заниматься своим делом и не говорить что его направление важнее или лучше другого спорт это одно направление шоу выставки другое подготовка к практическому применению или племенная работа это все совершенно разные направления со своей спецификой в каждом направлении есть настоящие профессионалы все эти направления должны мирно сосуществовать делясь опытом друг с другом они выяснять кто из них лучше эти направления нельзя сравнивать это некорректно это как сравнивать футбол с хоккеем в первой части фильма я уже говорил что на соревнованиях каскада приглашались любые желающие из числа зрителей надеть костюм и поработать собаками каскада в любой манере разрешалось бить собак делать любое давление все что хотите это была традиция еще со времен досафа чтобы зрители могли убедиться в том что все по настоящим для настоящих немецких овчарок это было просто забава убрали эту традицию нынешние законодатели а знаете почему а потому что если наденет какой-нибудь дядька костюм и пройдется по нынешнему поголовью шоу собак то хозяева их будут по всей округе собирать на соревнованиях каскада были хорошие представители шоу разведения но их единицы а в последнее время их практически не осталось лично я действительно качественную собаку шоу разведения видел последний раз на соревнованиях каскада в 2011 году и ей тогда было лет шесть а может быть и больше сейчас эту собаку увидите на экране с того времени я больше не видел ни одной собаки шоу разведения такого уровня в разделе защита что касается рабочего разведения или правильнее сказать спортивного то там есть просто супер собаки но это частная заслуга отдельных заводчиков которые помимо спорта еще и дополнительно жестко тестируют своих собак но их тоже не так уж и много и все потому что программы fce и в сфу создают так чтобы давление было мнимым они настоящим даже если на каких-то соревнованиях по и по и наносятся удары то делается это по-хитрому в движении в так называемой дорожке чтобы была натяжка которая помогает собаке не слететь с рукава еще раз повторюсь над созданием этих программ работают профессионалы и они понимают как создать иллюзию борьбы эти организации не отбирают собак на основе стандарта по рабочим качествам тсб и и по придуманы для развлечения публики как часть шоу только дилетанты могут назвать тсб проверкой на мужество и твердость характер но в принципе создатели и приверженцев шоу разведения и упрекнуть то не в чем если вы посмотрите различные словари то найдете там что само по себе слово шоу означает нечто показное рассчитанное на дешевый внешний эффект не совпадающие с действительностью то есть не настоящие и если слово шоу поменять на его смысловое значение то получится немецкая овчарка не настоящего разведения вот и получается что собаки на шоу выставках это не что иное как отдельная порода собак которая так и называется немецкая овчарка не настоящая но в принципе приверженцы шоу разведения даже и не скрывают то чем они занимаются а в обиходе они свою породу с коммерческой целью называют просто немецкая овчарка хотя они прекрасно понимают что их питомцы это собаки внешне похожие на немецкую овчарку но по внутреннему содержанию по сути своей немецкой овчаркой не являются потому что не разводятся согласно стандарту немецкой овчарки мир кинологии имеет примеры когда из одной породы собак выводилась другая одним единственным механизмом изменениями в критериях племенного допуска если все племенное поголовье шоу разведения сейчас проверить опираясь на стандарт с выявлением боевого инстинкта твердости характера и мужества то там будет сплошной брак потому что уже очень много поколений эти собаки не тестируется на основах стандарта немецкой овчарки но может останется несколько хороших собак ведь все-таки в них течет кровь настоящих немецких овчар хотя и очень очень далеко но это если говорить о собаках шоу разведения с точки зрения стандарта немецкой овчарки а это в корне неправильно в начале видео я говорил что каждая порода создавалась для определенных целей и задач собака с определенным набором качеств не может взяться из ниоткуда какие критерии племенного отбора такие и будут собаки цели и задачи немецкой овчарки шоу разведения это шоу выставки ее ринг это подиум для красоты развлечения зрителей вот ее основная цель и с этой задачей она справляется на все сто процентов эти собаки это отдельная порода которая выводилась десятилетиями и к слову сказать совсем неверно считать основателям этой породы макса фон штефаница и его единомышленников совсем другую породу собак выводили эти люди они вывели настоящую немецкую овчарку а создателями собак шоу разведения можно считать братьев мартинов и их приверженцев и если говорить объективно всем кто причастен к разведению этой породы есть чем гордиться они создали одну из самых прекрасных и популярных пород собак красивая умная пожалуй это лучшая собака компаньон это полностью социальная порода собак только приверженцам этой породы нужно перестать стесняться своих же собак почему я говорю что заводчики и владельцы шоу немецких овчарок стесняются их потому что если бы не стеснялись то не приписывали бы собакам этой породы охранные и защитные качества которых у них нет да и уже давно написали бы соответствующий стандарт своей породы они прятались бы в тени чужого стандарта и еще один момент и в ци и в с фау монополизировав служебное собаководство почему-то решили что это им решать какой должна быть немецкая овчарка а это совсем не так немецкая овчарка выводилась для определенных служб с целью применения в армии и полиции в охране и защите частных лиц для тех кто заступает в наряд со своей собакой тем кто надеется на эту собаку в трудную минуту опираясь на нее как на жесткого и надежного защитника и охранника и только таким людям решать какой должна быть немецкая овчарка когда я читаю стандарт немецкой овчарки редакции макса фон штефаница и его единомышленников в той части которая описывает внутреннее содержание и сферу применения этой породы то испытываю глубокое уважение к этим людям только по истечении многих лет общения с этой породой я понял насколько это были грамотные и опытные кинологи им удалось в очень краткий текст вложить всю философию и смысл создания этой породы и мало того показать алгоритм который позволил стать немецкой овчарки лучшей служебной породой собак главный посыл моего видео как и всего канала в целом это найти единомышленников людей которые действительно разбираются в породе немецкая овчарка и по-настоящему преданы ей и хотят внести свой вклад в то чтобы эта порода оставалась такой как ее создали много лет назад более 20 лет назад я основал свою племенную программу назвав ее немецкие овчарки выдающихся предков назвал я эту программу так потому что для племенной работы отбирались только те немецкие овчарки которые показывали уникальные способности в работе всем заводчикам профессионалам настоящим ценителям немецкой овчарки я предлагаю сотрудничество чему-то я вас научу чему-то вы меня тем заводчикам у кого есть настоящие немецкие овчарки я приглашаю присоединиться к племенной программе клуба я понимаю что все вы привязаны к фци и в у кисфау международной родословно но скажите пожалуйста какое отношение имеет эта бумажка к племенному разведению немецкой овчарки если уже более 40 лет эти организации не проводят тесты согласно стандарту этой породы я обязательно сделаю фильм о племенных собаках клуба каскад об их происхождении на основе каких племенных бассейнов ведется племенная работа клуб каскад это не площадка в каком-то городе или стране объединение людей из разных стран которые понимают какой должна быть настоящая немецкая овчарка для тех кто готов присоединиться к племенной программе клуба я покажу видео материалы тестов всех племенных собак в семи поколениях я покажу принципы и методы тестирования немецких овчарок основанные на многолетних исследованиях предоставлю видеозаписи на которых зафиксированы максимальные возможности собак в различных показателях а также ознакомлю с оборудованием для подготовки собак в охранной защитной и караульной службах аналогов которому в мире кинологии нет снаряжение для спарринга собаки с человеком просто перевернет ваше понимание в натаске собак для реального противостояния с противником вы навсегда поменяете свои методы и принципы в этом направлении все защитные костюмы скрытки и рукава вы просто выбросите на задний двор и оставите их в прошлом и еще много интересного ждет настоящих ценителей немецкой овчарки если вам интересно пишите на почту с вами был петручок владимир всего вам доброго до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok